Воскресенье! Еще раз поздравляю вас, дорогие мои отцы и братья, сестры, с этими жизнеутверждающими словами главного нашего богмата веры православной, веры христианской, это воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, пишет в своем послании, если бы не было воскресения Христова, то вера наша тщетна. Вот так всегда на протяжении многих веков пытались умалить это великое событие, сказать, что его не было, что обманули. С самого начала мы читаем Евангелие, когда именно уже было сказано римским воинам, вы скажите так, что ученики украли тело, чтобы потом не говорили, чтобы они... ибо они потом будут говорить, что он воскрес. Вот с этого момента и понеслась неправда о том, что произошло на самом деле. А мы с вами, если бы этого события не было во воскресении Христова, мы бы здесь с вами бы не стояли. Не было бы столько исповедников, мучеников, праведников, святителей, юродивых ресторадей, преподобных и много-много святых людей, и просто мирян, живущих благочестивой жизнью. Не было бы такого, не было бы новомучеников, исповедников российских, потому что... А ради чего жить тогда и отдавать свои жизни? Ибо они понимали прекрасно, что именно существует жизнь вечная. Есть эта жизнь вечная, ради которой стоит даже отдавать самое дорогое в нашей земной жизни. Ну вот это наше с вами обетование здесь земное. И они это делают. И мы, конечно, являемся их наследниками, учениками, последователей тех людей, ибо тоже понимаем, и всем сердцем это ощущаем, что жизнь вечная есть. Ибо Христос победил смерть. Христос воскресе! Христос воскресе! И сейчас, дорогие мои, замечательные дни, когда мы можем вот нести свою миссию проповедь о воскресшем Христе, всего лишь нужно говорить два слова. Христос воскресе! Всем, кого мы знаем, близким, знакомым, просто людям на улице, говорить Христос воскресе! И обычно... А такой ответ, какой мы знаем, да? Обычно люди мало церковные, отвечают, воистину воскресе! Вот вспоминается тот интересный случай, как-то был еще в советское время, когда одного священника, атеисты позвали на диспут, тогда их было много диспутов о вере, где именно доказывалось, что веры нет, атеистов было много, а батюшка был один, и они ему говорили, что опиум для народа, что вы темные люди, вот, ну и такое, такое, что Бога нет, ну, в общем, вот, всякое говорили. Батюшка долго сидел, слушал, слушал все эти доводы, а потом встал и всему залу огромному сказал, Христос воскресе! И весь зал ответил, воистину воскресе! Вот. Ибо, поистине, душа человеческая, она христианка внутри, и как бы старались бы не умолить достоинство Бога, и говорить, что он... И что его нет, она чувствует, что он есть. Вот. Это чувство невозможно никак отнять у человека. Вот поэтому мы должны постараться, особенно в эти дни пасхальные, они замечательные, именно нести свою миссию о воскревшем Господе Иисусе Христе. Переборите себя, свое малодушие, свой страх, и просто говорите людям, Христос воскресе! И вы почувствуете силы, которые будут вам прибавляться. Я вам этого желаю. Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...